Ну что же, это был финал третьего блока. Тем временем мы передаем слово Артему Иванову, и он проведет вам беседу про блоггинги и компьютерные игры. Ну а мы вас ждем на финальную часть закрытия первого дня в 19.00. Аплодисменты! Что-то у вас рядом, это финал. Короче, тема такая. Наверное, вы думали, что тут выйдет какой-нибудь 25-летний, 30-летний мужик, который будет рассказывать вам про игры. Но нет. В общем, давайте знакомиться. Меня зовут Иванов Артем, мне 17 лет, я живу в Томске. И я создатель одного из самых топовых томских каналов на ютубе. Вот, а чтобы не доказывать это очень долго, я просто достану вам вот эту штуковину, которая скажет все сама за себя. Собственно, вот, жена. Кто-нибудь знает, что это такое? За сколько подписчиков она дается? Хороший позав. Так вот, да, 100 тысяч. Вот, собственно, меня попросили рассказать тут про блоги, про компьютерные игры, но я как-то не особо про это хочу говорить. И вообще лекция, это слишком сильно сказано именно про то, что мы сейчас будем говорить. Я буду просто задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать, все будет очень круто, все будет очень классно. Итак, заработки в интернете, он достаточно интересная тема. И многие не знают основ заработки в интернете и вообще, в принципе, не знают, как использовать свои силы, что зарабатывать в интернете. Итак, короче, вопрос первый. Смотрите, кто из вас, вот, сидящих здесь, стоящих, зарабатывает в интернете, то есть, имеет какой-либо заработок, вот, к примеру. Вот, скажите, кто-нибудь из вас, что вы делаете? Чем вы занимаетесь и... Круто. И сколько это, вот, примерно, приносит детей? То есть, я не прошу примерную цифру, а, скажем так, на что тебе хватает? То есть, это заработает? Это старое, что работает, я не фрилансирую. Это хорошо, это очень хорошо. Собственно, кто вообще из вас знает какие-либо способы заработка другие? Ну, то есть, кроме, вот, допустим, как девушка рисует? Бинарные акционы. Нет, чувак, это не тема вообще, только команда может быть. Ну, блин. А, еще что-нибудь? Ну, допустим, я что-то не ожидал. Я думаю, сейчас полетят, типа, блогин и, типа, продажа всяких там фотографий, типа. Блогин. Ага, окей. Собственно, сегодня я хотел бы задронуть несколько тем, именно очень крутых для заработка в интернете. Первый, который я так и не услышал, точнее, услышал, но как-то смутно, это блогин. Все вообще, на самом деле, короче, все считают, что блогеры это раздолбает. То есть, ты просто сел, то есть, ты проснулся, тебе даже не надо одеваться, ты сел, записал видос, тупо его смонтировал, возможно, даже не смонтировал, забил на это болт. И, собственно говоря, выношел в интернет и поднялся в тренд. Это работает не так, и понятное дело, что с этого ты не получишь кучу денег, девочек, наркотики и секс и дела. Этого не будет. Дело в том, что блогинг, это на самом деле очень тяжелая тема. И чтобы пробиться с топ Ютуба, нужно либо по черному пянец, как это делал Шприги, ну да, вы знаете, шарите, я думаю, все. Либо, да, ну три способа, я не знаю. А можно вопрос? Давай. А как мистер Макс пиарился? Мистер Макс. Блин. И дети. Два вопроса от толпа. Ну да, в принципе, дети. То есть, это родители считают, что они выпускают действительно крутой контент. Включают это родители, точнее дети. Родители. Родители включают дети в этот контент. Дети-то смотрят, но так как детей много, то, соответственно, мистер Макс постепенно-постепенно продвигается в топе. И каким-то образом он стал вот таким вот очень топовым. Слушай, это мне нравится. Вот. Чтобы создать реально крутой видос, можно очень сильно постараться. И это зависит от многих факторов, в том числе ваше, скажем так, рвение. То есть, если вы хотите и не смотрите на хейтеров, не смотрите на то, что, ну, допустим, пока что у вас много подписчиков, собственно, ничего у вас не получится. А если же вы уборны, то все выйдет. Следующий, скажем так, способ заработка, это, что иное, как, вот знаете, кто-нибудь топовые, всякие разные топовые паблики, ВК, они оповещают много типа, ребят, мы набираем редакторов, модераторов и так далее. Для ведения определенного паблика. Кто-нибудь вообще знает, ну, сбитил, может, вас, ну, МДК, допустим, постоянно так сделали. А разве за это платят? Да, это достаточно оплачиваемо. Если в топовом паблике выпускаешь мемасы, например, то я знаю по себе, что это оплачивается. Мемасы будут точнее? Да. Нет, ну, я сейчас имею в виду больше не модератор, а редактор. То есть ты каждый день постишь какие-то мемасы, лучше всего ты их делаешь сам. Вот теперь, конечно, кто платит деньги, но это не будет бесплатно, понятное дело. А что именно, сколько именно платят, я, конечно, же не знаю, точно не могу сказать, но, допустим, МДК, ты можешь получить примерно 20к, 15к. То есть, может, меньше, там в зависимости. Короче, тема в том, что... Я забыл, что хотел сказать. Ты же понимаешь, что МДК это не то, на что стоит равняться? Еще раз скажу. Ты же понимаешь, что МДК это не то, на что стоит равняться? Я понимаю, что это пример, потому что, блин, смотри, я копаюсь в МДК, я вспомнил это. Согласна, соглашусь, я не знаю, ну, немножко, есть такое во мне. Но, блин, ладно, давайте возьмем тогда паблик с сериалами. Вот сериалы, я думаю, все любые сериалы здесь едят. Опять же, есть такой паблик, Showtime. Там достаточно часто набирают всяких ребят, которые тоже модераторы, то есть, редакторы. И чаще всего, конечно, они девелопы, по-моему, судя по мне, но они тоже получают хорошую зарплату. Точнее, это больше не зарплата, а подработка. Ну, как мне кажется, это один из вариантов. То есть, ты занимаешься тем, что тебе интересно. И, блин, ну, мне кажется, что создавать мемасы это достаточно интересно. Особенно, если тебе нравится тематика твоя, типа по сериалам, допустим. Я бы таким занялся. Следующий вариант заработка это... Ставочки на КС. Да, да, вот как хотел сказать. Ставочки на КС. На самом деле, дичь конкретная. Если чувак, смотри, такая тема. Ты закидываешь касарию на кейсы, да? Кручишь, допустим, ну, пока тебе не выглядит что-то годное. Обычно это выпадает не с первого раза, согласись. Обычно ты как начинаешь с топового, и потом по менее... По дешевым кейсам начинаешь. Да? Вот. И тема в том, что потом тебе выпадает какая-нибудь пушка. Но ты не задумываешься о том, окупился ты или нет. Тебе нравится то, что ты уже победил. И вот все ребята на ставках, на кейсах, на рулетках, они, в принципе, задумываются о том, что они не отрубились. Но они радуются, то есть они довольны, как с маной. Потому что, смотри, закинул ты косарь, и в итоге в самом последнем игре ты получил, допустим, 600 рублей. И все. От радости почти опасался. Но в итоге, чисто подсознательно, ты радуешься тому, что ты не слил все. Это не любой игрокер автомат. Но это же не способ заработка. То есть ты сам понимаешь, что ты 400 рублей просто отдал им. И радуешься тому, что ты эти деньги слил. Это очень безумно. Это что-то, наверное, столько способов заработки, сколько шаблонных способов заработки, которые, как бы, потому что ты чертил. По-моему, я лягу тебе дубра. Так, ладно. Ну, допустим, блин, я не считаю это просто способом заработка. Ты можешь подняться на ставках, если ты, во-первых, в этом шаришь, и, во-вторых, если... Да, если это твой сайт, ты точно поднимешься на это. Но, конечно, нужны средства, на которые ты это все закупать можешь. Как мне кажется, вообще, на самом деле, сайты с амулетками, делать их выгодными для покупателя, невыгодно самим продавцам. То есть смысл делать с сайты, на которых ты будешь деньги сливать, да? Или у тебя есть хороший способ, смонсор, точнее, типа государственных, да? Тогда можно, в принципе, сливать их деньги. И при этом у тебя будет хорошая, скажем так, репутация. Ну, а если ты сам эти деньги вкладываешь, то нифига, я бы на месте вот таких вот ребятки дал бы чаще. Ну, честно. Ну, потому что... Ну, какой смысл? То есть ты работаешь для себя изначально. Не зарабатываешь деньги себе. Окей, ладно, поехали дальше. И последнее, что как можно затронуть, когда... Ну, так, здесь сценарий кончился. То, что можно затронуть. Сейчас, я не знаю, есть ли люди вокруг, которые как-то думали создавать видеоигры. Видеоигры создавать. На самом деле, то есть я сейчас не говорю о каких-то топовых видеоиграх, о самых обычных. То есть они сейчас тоже очень хорошо, очень популярны. Ну, из типа Индии, ты же знаешь, они очень хорошо собирают, достаточно часто. И если чувак подойдет к этому очень хорошо, зайдет ее на Стивлинг Лайф, и если она там и хорошо, скажем так, пройдет опрос, то, собственно, можно, в принципе, ее и продавать. Хороший пример этого чувака, собственно говоря, в голове-то, к которому я стал знаменит в какой-то степени. В общем, есть такой парень, чем уши. Скотт Коутон. Ему 45 лет, он живет в Техасе, это далеко-далеко в США. И, собственно говоря, что? У него трое детей, ему 45 лет, какие-то, что может сделать, бушить 45 лет? Это он просто ходит на работу, да, приходит с работы, весь уставший, и ему надо чем-то разладиться. Собственно, он просто садится, в его случае он просто садится, и потихоньку создает какую-то видеокрубку чисто для себя. Ну, а так как все, что чисто для себя делается, потом укладывается в интернет, сейчас так можно, то он начал укладывать игр в интернет. На мульти, наверное, штук пять игр, которые не очень, точнее, они стали вообще непопулярны. Никому они особо не понравились. Ну, во-первых, штук делал это для себя, а во-вторых, он не отчаивался, и в этом его суть, в этом его весь кайф. Что в итоге получилось так, что его игру, одно из самых последних, которые он сделал, очень сильно, скажем так, в Астрале, и из-за того, что его герои, они имели, знаешь, движение как урок. Вот. И суть в форму, что ему это было очень приятно, потому что ты делаешь ход, хранить деятельность, любые роботы, но на том, он в итоге решил сделать еще одну игру, потому что хранить, собирался уже из этого уходить. И использовал вот этот весь свой косяк, скажем так, в свою пользу. И появилась игра, которая называется Five Nights at Freddy's. Вот, если что, кто-нибудь правил от нее? Вот. Ну, она достаточно популярна стала из-за того, что она, во-первых, простая, во-вторых, ну, она достаточно недолго создавалась, в-третьих, она страшная, в-четвертых, она стала культом в итоге. Люди Баймер. Да, Люди Баймер. Вопрос, если не секрет, то по жанру, какие видео ты снимаешь? Она, в-третьих, в-третьих, она основывается на этой, точнее, видео основывается на этой игре. Но суть в том, что я не делаю эти плечи. То есть, блин, я сейчас взять. Да, скажем так, то есть, я хотел об этом дальше сказать. Смотрите, есть такая тема, что он просто создал игру, которая в итоге, как оказалось, очень сильно завлекла людей. Как я уже сказал, она очень простая. То есть, в нее могли играть дети трех лет. И, в принципе, все понимать. Потом, он добавил имен. То есть, так как он не профессионал, и не особо шарит в этом все в деле, то он просто нам добавлял кучу всяких разных пасхалок, которые не связаны с сюжетом, они не связаны друг с другом. И получилась такая фигня, что сам сюжет, который в других играх, даже в самых таких, достаточно замудренных, он строится один за одним, и вот многие люди, которым это интересно, они строили этот сюжет. Но в этой игре, из-за того, что она не профессионалом создана, сюжет получался очень резидентом, и никто не понимал, как вообще, в принципе, сюжет строится. Было очень много косяков с его стороны, но эти косяки никто не замечал, потому что все посчитали, что это очень круто. И что, скажем так, так не надо. И в итоге, Скотт только одной своей частью заработал очень хорошее состояние, ему, в принципе, не надо было работать несколько лет. Более того, потом он обеспечил себе, скажем так, место в Steam, и начал создавать игры дальше. Пошли в Five Nights at Freddy's 2, в Five Nights at Freddy's 3, и диким конвейер. В котором... Да-да-да-да-да. Вот суть в том, что он делал конвейер, как это делал консистенция. Но дело в том, что одно дело, когда ты делаешь компанией, и в принципе, у тебя куча человек, 100, 200, 300, 400, 500, другое дело, когда ты делаешь жена, и в крайнем случае, припрягнут детей, и он два сына взрослых, он их прибрегал, в принципе, зачем ему платить для них. Это очень удобно. Вот. И тема в том, что он постепенно создавал игры. Понятное дело, что они заходили именно детям, дети их купали, но и получилось такое. Детям ждет больше. Она сыграла очень хорошо просмотров, потом дальше, что такое дело, что в Ютубе появились теоретики, типа меня, которые тоже продвигали эту игру, хотя хотели изначально продвинуться сами. Получается такая фигура, что ты как двигаешь игру, ты двигаешься. И наоборот. Ага, все хорошо, хорошо. Собственно, он мутил эти игры. При этом понимаешь, что он не профессионал, он делал всякие разные, скажем так, эксперименты, и в итоге приходил к тому, что иногда его хейтили, иногда нет, но потом к нему обращается компания Border Rosa. Знаете, такое? Ну, чувак, ты где вообще? Это сарказм. Понял, хорошо. Вот, тема в том, что к нему обращаются, по-моему, Гил Киннон. Знаете, вот в мультик был Дом монстров. Кто не смотрел, по-любому, кто не смотрел, понятное дело. Вот. Фильм «Олтергейст» 2015 года. Но я не смотрел. Да, короче, 2015 год, в году вышел какой-то там «Олтергейст». Короче, наверняка какая-нибудь лажа определенная, но, тем не менее, в этом разном смысле нет, если бы я вам не еду. Мы здесь. Вот. Ему обращается именно вот этот режиссер и предлагает снять, опять же, фильм. То есть, прикиньте, у «Олсасинского лета», который сколько лет уже подряд с ним, точнее, не сколько лет подряд, и сколько его уже делали, сколько частей, что это уже пультом стало. По нему фильме сняли только в прошлом году. И то он не очень вышел. Он не очень вышел. Я не смотрел. Вот. Появляется в 2014 году «Олтергейст» и уже вот этот парень снимает по ней фильм. Это, понятное дело, опять же, гонорар для Скотта, потому что он продает авторское право. к нему обращаются. Это, кроме того, еще и распиар, понятное дело. В итоге, Скотт, просто занимаясь тем, что ему нравилось, занимаясь тем, что, в принципе, он никогда не думал, что это принесет ему какой-то доход, потому что, если бы он этим занимался, вот именно профессионально, возможно, когда он это сделал уже, ему повезло, что он очень, скажем так, самоуверен, что он при этом не надеялся на то, что эта игра станет в другую мульту. Я, по-моему, говорю, какую-то лажу, сейчас пытаюсь струклировать просто. Суть в том, Скотт просто делал то, что ему нравилось. Короче, мораль такова. Делай то, что тебе нравилось и нравится. И в итоге когда-нибудь, когда-нибудь это принесет тебе что-то то, что тебе нравится, скажем так. Это не обязательно деньги. То есть, для кого-то это просто удовлетворение в итоге. Это уже получается доход. То есть, тебе нравится то, что тебе нравится. Тебе нравится делать то, что тебе нравится. Вот. Что я пытался донести к этим. В итоге, мужик просто зарабатывает на дети фактически и на таких, как я, он он просто взял и измутил себе огромное состояние. Понятное дело, что наверняка, я более чем уверен, новые части тоже будут выходить. Потому что это то же самое, как и те же, знаете, фильмы. У нас же есть вроде фильмы-конвейерные. Типа форсажа, когда деньги закончились, все разбухали, все, поехали забывать новую часть. Вот. То же самое с Assassin's Creed, Call of Duty, например, да, то есть, они все, деньги, которые они получили, они, наверное, пропили, или что-нибудь там, они еще сделали. Ну, короче, допустим, девочек потратили. Вот. Им нужно создавать новую часть, побольше. Ну, конечно же, они слепили тяблярые, и все. Хотя, вроде, последняя половая тяблярная, что-то не факт. Вот. И, опять же, они заработают задолбал. Давай. Задолбал уже, но не суть. Если, я так понимаю, тебе нравится видеоигр? Ну, более-менее. Если тебе это нравится, ты сам не думал попробовать делать свои видеоигр? Я пробовал, и у меня была команда, и сейчас есть команда, только я уже, знаешь, вышел оттуда. То есть, мнение это не доставило. А на каком движке вы? Unreal Engine 4. Знаешь, такой, вот, шаришь. В итоге, я на этом живу, в принципе, зарабатываю на этом деньги, делаю кал, в принципе, регулярно, и зарабатываю за твои деньги, в принципе, это рабочая тема. Но ты при этом живешь с родителями или без? Мне 17 лет, они меня еще не отпускают. Вот. Но у меня еще злые родители просто. Короче, тема в том, что на самом деле, давай. Кое? Зарабатываю. Зарабатываю. Знаешь, короче, такая тема, что он, этот самый доход, он очень непостоянный. Вот сейчас кто-нибудь вообще смотрит, Соболева, да, ютубер, ну, понятное дело, наверняка тут и есть. Короче, вот. Вот. Слушай, тема в том, кто-нибудь слышал о штуке, что именно с этого в апреле, именно, что монетизация на ютубе очень сильно, скажу, как начнет их ворать. Дело в том, что, вот знаете, это люди, парень, конечно, знают все. парень, который, сколько он там сейчас? Семьгой. Понятно. Вся три ляма. Мужика, который взял три ляма, это с его фигня на том, что взял три ляма на том, как говорится. Обвинили в фашизме? Да, он мне накидал Сибири, он, там, по-моему, началась с игре, была тема, что типа, что у них были в хеф, но, блин, неудачная штука была. И тема в том, что, вы заметили крупные компании, типа Sony, и они поняли, а в каких видосах мы пиаримся? Которые эстемисты на самом деле. И в итоге, эти самые компании разорвали контракт с Оно, в итоге, сам Кутер теряет огромное количество денег, и я думаю, что это, конечно же, мне понравится, они наверняка сделают все, чтобы вернуть. Допустим, сам Пьюти Пай теряет охренительно много денег, потому что Disney с ним прерывает всякие науки. Я вообще не знал, что Disney с Пьюти Пай заходили с другом. Нет, я просто хочу на тебе пожизин. Вот, поэтому сейчас, если до этого я получал в день примерно, знаешь, типа дохода 15, 20, 25 долларов, то теперь планка резко с 1 января, с 1 апреля понизилась до 3, 5, 6, 8. И знаешь, вот такая вот фигня, и когда ты набрал кучу кредитов, думая, что ты будешь оплачивать их, и потом ты резко получаешь 10 тысяч за месяц, а при том, что тянешь с вечной и другой тянешь с вечной 15, то я понимаю, что, блин, походу придется торговать оконами, и это все будет очень стрёмно. Насчет подписчиков, на самом деле, да, такая тема рабочая, но не всегда. Насчет черного экрана не знаю, вообще, Мэтт, он очень, короче, скажем так, эксцептичный, и он не всегда говорит реально, ну, скажем так, когда именно ты плачешь срабатывать, я, короче, ну, сразу же, конечно, сюда подойти, а у меня вернутся у тебя будет. Смотри, была такая тема. Сначала был один канал, за два года, там набралось 2000 подписчиков, прикинь, да? Два года 2000 подписчиков. Это вообще ужасно, на самом деле, для меня было, в итоге я забросил ввод, ушел на другой. Не помню почему, но я просто так решил, что все, новая жизнь, все дела. И уже через год я праздновал сотку тысяч. Вот. И зарабатывать я начал примерно вот, когда и начались просмотры, то есть ты уже сразу можешь подключить монетизацию. Нет, там, по-моему, где-то, вот когда я получался, нужно было 3000 просмотров на всех видосах в целом и 100 подписчиков. По-моему, сейчас немножко повысилась эта планка типа до 10 тысяч и подкрули. В зависимости от того, я допустил, кто-то включил к ВСП, это та, которая сейчас и Хюла, я не знаю, зачем делают они эти переименования. Переименования. Вот. Поэтому, ну получается, что как много, второй канал начал развиваться, а он начал развиваться, знаешь, то есть я заливал на него видосы, а сам еще оставался на первом канале. И Харясь получилось так, что он, Харясь, и начал развиваться. Чисто без меня. Я это заметил, посмотрел в аналитику, так как он научил себя, значит, мы были с людьми, которым это интересно. И значит, все, погнали делать. И в итоге получилось так, что через, по-моему, через месяц уже после создания около 10 тысяч подписчиков, и так далее, уже нарастающие. Ну, понятно, дело, что с самого начала скорого времени меня это было вообще просто. Короче, да, абсолютно согласен, потому что на самом деле вот сейчас именно с рекламы я получаю гораздо больше, чем с фронтизацией. И на это меня способны. Если кто-то, допустим, ну, где-то я позорюсь, типа, опять же, буду кидать деньги во время рекламы, и это занятит кто-то, и перестанет со мной сотрудничать, то все. Это будет полный клет. Но получилось так, точнее, клиенты на самом деле чаще всего ищут тебя сами. Это примерно то же самое, как бы приглашение на вот эту конверсию. Я сам вообще не в курсе был. Я думал, здесь идется человек 10-20, я буду читать без микрофона. Тут я прихожу здесь, ну, говорили 500, но, по-моему, не 500. Немножко. Вот. Да, понятно. А, я во время прерыва. Понятно. Дополняющая пауза. Я знаю. Я знаю, что он работает до 7, и я как раз до 7 должен лекции читать. Я как-то догадался. Вот. Обычно тебя ищут сами. Чаще всего получается так, что во-первых, есть очень много всяких разных форумов. для людей. То есть, сейчас создается тип памятник Epic Star, оно так и называется. Это новый, который создали при поддержке Google Group. То есть, там одновременно и работодатели, и реклама, точнее, это одновременно и рекламодатели, и вот именно блогеры. И получается так, что блогер просто ставит цену за свой пиар, а рекламодатель ищет какими-то по своей тематике. То есть, что ему подходит. Они обращаются, или ты можешь сам, чисто как блогер, предложить тебе, я могу тебе про пиар. Вот. и получается сделка и капиток рекламы. В итоге, это все проверяется, то есть, кинуть ты не можешь, но тебя могут кинуть, как оказалось. Тема в том, что один раз на этом сайте, короче, я выложил ролик с рекламой, мне уже заплатили деньги, но они оставались на кошеке, еще на сайте. В итоге, через несколько дней мне пишет этот работодатель, что я оставил мне эту ссылку, хотя все было верно. И получается, что ссылку, точнее, это все у нас корин. Деньги забрали, а ролик уже в большом долете не стал, конечно, так я потеряю хотя бы это уже долларизмонетизацией, но получилось так, что я просто впустую все проработал, а на самом деле это достаточно сложно рекламировать. Точнее, если ты не ленивый, то в принципе нормально, но так как я ленивый, мне очень сложно это делать, потому что то ты идешь сюда как бы по алгоритму, а тут появляется нехороший. Вот. Давай. Мама говорит мне, не говори про то, что ты зарабатываешь никому. Нет, на самом деле это серьезно, потому что, допустим, она работает там где-то в юриспруденции, и нам их постоянно каждый год заставляет писать, ну типа, сколько зарабатывает ваш ребенок, например, если он не имеет заработок, в каких соцсетях состоит и так далее. В итоге, мы приходим постоянно брать, но тем не менее, получается так, что пока что налогов никаких нет. Я слышал, что планируют ввести обязательный налог, но по-моему, это уже немножко через чулок. Ну блин, знаешь, если я буду платить налог, то смысл, в принципе, это все. не знаю, вот я ищу налоги и плачу, возможно, кто-то другой платит, то есть, какие-то, знаешь, топовые ютуберы, с которыми, но которым уже не приходится скрываться, у которых не получится смыться, и в принципе, они уже как-то, скажем так, законодательно запрямляют это со своей деятельностью, вот, а те наверняка платят налоги, но опять же, это какой-то процент как минимальный осад в маты, но, блин, мы тебе приходили уже деньги, мы плачем налогов запрямляют нет, блин, опять же, смотреть на выкладку, смотреться на это сначала, тебе выплачивают, то есть, сначала партнерская программа забирают у тебя 15%, потом, они выплачивают тебе на карточку, где у тебя снимают еще 5%, ты хочешь снять эти деньги и в банкомате у тебя забирают еще 5%, ну, они просто ты держишь 5-5, и думаешь, что за фигнями это, ну, или я, вот, благо, пока что так и происходит, потому что, карта сделана маленькая и цифринская работа, но тем не менее, то есть, если налог в виде подописателя, это будет очень очень трудно, я чувствую, что такое, потому что, то есть, не больше, не больше, не больше. в общем, дело в том, что, вероятно, это все придут, потому что все становится реально такой площадкой, на которой уже ни от кого не скроешь, что люди зарабатывают, уже даже можно посмотреть доходы от других людей, то есть, опять залазишь на ВСП-Статс, но, тем не менее, на самом деле, я хочу сказать, что на вот этом сайте ложные инфа, я по именно тем, скажем так, данным зарабатываю от полторы до двух тысяч долларов в месяц, я столько заработал за полторы, по-моему, нет, за год, по-моему, получился, 2000 долларов, это примерно год работы, при том, что ты каждый день придешь задницу и занимаешь по одниско-рочке, вот, да, поэтому вы не доверяете этому сайту ввожу. Давай. Ты не считаешь, что ютуб закрывает? Вообще, да, считаю, я один из тех, кто его, в принципе, так руинит, не нужно. Нет, я на самом деле считаю, то есть, я и стараюсь сделать контент годным. И многие считают из моих друзей, что, несмотря на то, что им непонятно, в принципе, тематика, то есть, некоторые из них длики, конечно же, от этого, они смотрят видосы и просто слышат, ну, знаешь, как девушка когда тебе говорит, что-то там, про свои шмотки, а ты не понимаешь из этого ничего. Вот, и про тених это то же самое, но при этом они видят, что это качество это делается, потому что у меня дома реально, ну, блин, вот представь, где студия, где записывается музыка, да, вот, примерно, то же самое, студийный микрофон, веб-камера, компьютер мощный, подсветка, все дела, все очень за мной красиво, поэтому... Срукоизоляция на стену, срукоизоляция, это дело, поэтому, даже если он заменивает, сейчас, то, это, скажем так, вина ребят, которые, ну, знаешь, десятилетие делают сплэшки, в Майнкрафте, это, 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 что вы девайки, только из-за того, что люди делают, то есть, с полетиками, которые вы, да, отвечаю, стрим, вот, еще одна, еще одна тема, есть такая штука, как этот аналитик, там чаще всего пишутся, точнее, там должны писаться всякие разные данные о твоем канале, чаще всего они обновляются ежедневно, и в последнее время, вот примерно с начала 2017 года, прям с 1 января, знаешь, опять же, планка по просмотрам идет, то есть обычно 300-200 тысяч просмотров в день, да, и резко планка падает, вот, вот, во-первых, подписчиков, которые постоянно забирают, это вообще беседиво, то есть, знаешь, чаще всего просмотры на ютубе, именно вот как ты их видишь, они не обновляются, обновляются лайки, и когда ты видишь соотношение лайков и просмотров, чаще всего, очень серьезно, и в аналитике, вот допустим, у просмотров у меня сейчас подбирается в последнем 40 тысячи, что в смысле, при этом, что в аналитике, в этих видосах по 150-200 км, это при том, что ты убираешь, заказаешь за 2 дня, например, вот, и ты смотришь, и тебе становится смысл за то, что это тебе, потому что ты дешеваться, ты просто, знаешь, типа, ты скатился, ты днищи, я вижу, что, ну, блин, все же нормально, хоть и по качеству вроде днищи, и подписчики растут постоянно, то есть, они не разли, но вот гораздо более быстро, чем раньше, если бы, то есть, и тут, и вот, вот, честно скажу, то есть, в начале марта, по-моему, меня просто взяли и удалили, вот, даже просто ни за что, три минуса, общим, общим объемом просмотров 2 миллиона, 2 миллиона просмотров, у тебя просто каналов летают, некоторые для этого стараются годами, да, у меня 2 просмотра просто сняли, 2 миллиона, конечно, я разослился, но, как оказалось, это очень, это очень правильно, поскольку они как-то написали, в поддержке, потому что, типа, как надо, мне сказали, и все, особо не объяснили, там у них какие-то, значит, постоянно, всякие есть, у нас уже так, у работы, то есть, они постоянно проводят, подписчики не обновляются, то есть, когда уже, короче, в аналитике одно количество, другое, на телефоне третье, на конфет четвертое, вот, поэтому, нет, но, достаточно ужасно уже. с техническим проблемами, на телефоне, это уже полгода, кто на них все еще есть? они идут только полгода, по-моему, чуть подольше. я не знаю, даже, они вроде как, не говорили, что типа, это проблемы, все дела. но они больше считают, что все очень круто, что, не, понятное дело, что они могут ошибаться, но они вроде особо ничего не делают, там ли? Да, немножко. А потом, сфотография? Да, там, ты вдруг понимал, ты, давай, ты вроде, или у тебя просто такая же стипуляция, я не знаю, ну, кого-то не напоминает. Как тебе за мной скажи? Наталья. Я не угадала. Так, там, это там, она тоже руку поднимала, я. Ей. Ладно. Годнота. Годнота? Блин, да. Скажи, какие из русского сегмента мои любимые родственники? Еще раз, скажи, пожалуйста, я не понимаю. Ну, с русского сегмента, какие блогеры бы ты вдохновлялся, каких хочешь, похож, будешь, скажем так. Ну, смотришь и думаешь, да, человек, много подписчиков, он так, такое, собирает много просмотров и что-то интересное делает. Есть у тебя такие люди? На счет того, что на кого я похож? В принципе, можно сказать, всех. Ну, кого тебе больше считают, да, на кого я похож? Короче, ааа, нет, где это случится? Она всегда раздражает. А, на носки, ну ладно. Так, давай с тобой, с тобой смотрим, все раздражает. Так, я забыл, ладно, ааа, на кого я похож? Нет, на кого ты, кем ты вдохновлялся? Нет, кто тебе нравится? Что мне здесь подкал? Я, чаще всего, то есть, скажем так, я смотрю ларит. Несмотря на то, что я, в принципе, не понимаю, точнее, я понимаю, зачем мне вот эти все срачи, которые мы строим, то чаще всего его именно витосы, которые он делает, а эти, как это называется, дайжи с моей головы, например, он, может быть, он не знает Википедию перед тем, как снимать витосы, но чаще всего он подает такие вещи, которые еще много, надо понять, то есть, несмотря на то, что его считают псевдитив лохом, но мне нравится, как он говорит, он, в принципе, очень крутой, скажем так, у него хороший запас лох, и смотрел я его, что-то еще до Версуса, поэтому я мать-то его очень. Ну, Ларинс катился уже года, как, два точно. Да, наверное, не знаю. Как бы я его смотрела года четыре назад, и как бы сейчас даже не хочу при траке по ЦК. Ну, такая же лайк против, достаточно крутая тема. Но, опять же, я давно не смотрел, а знаешь, после Версуса началась такая тема, что, знаешь, вот единственное, что реально заставило друг друга своего канала, это Торко Ля Хейтер. Согласись. Слушала я? Ну, да. Это тема. Слушай, вам 12 миллионов просмотров, охрененно. Так, потом, Соболев, опять же, осмотреть, то есть, именно в конфликте с Ларином, он мне не нравился. То есть, он выглядел, знаешь, каким-то, реально, невозможно, из-за того, что я послушал Ларина, и, в принципе, у меня соглашился такой стереотип, что типа, он вообще какой-то конченный. Но потом он начал выдавать классные видосы, и тоже как-то зацепил набережи в последнее время, начал передать на камеру, зачем мне слушать, как он поет «Нирвана», я не понимаю. Но, тоже достаточно интересный мужик, и, в принципе, посмотреть его можно. С кого еще? Из ЛСП-щиков, единственное, кого я могу выделить, именно кем я вдохновляюсь, то есть, чувак, который заряжает позитивом, это виновка. Опять же, не знаю, наверняка все смотрят, виновка все смотрят. Смотрят. Шарик, Шарик. То есть, мужик, блин, я даже вот спать недавно смотрю, серьезно, то есть, сижу, мужик матерится, на все понятное дело, но ему, как бы, это сволено, но, тем не менее, он выдает реально такую натуру, что ему интересно смотреть и моему возрасту, точнее, людей моего возраста, и сестра, которая 10 лет, я, в принципе, она еще ни разу не статерилась при мне, но, когда она его смотрит, она угорает, не знаю почему, как он не понимает, и батя, которому 40 лет, он тоже угорал с него, вот поэтому, как мне кажется, он достаточно позитивный мужик, и, это еще один чувак, который реально разрешает меня по сети, то есть, это, вот, кого стоит посмотреть, а из-за бы горного что-нибудь смотришь, ну, не считая всяких пьютипай, и прочее, из-за рубежного, или ничего не будет? А? из-за рубежного, или ничего не будет? А, если вы не считаете, ну, 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 вроде, ответа, не смотрел, ну, окей, мне тут я не посоветовала рассказать о канале 55, у Мадоши 55, сейчас мы загубляем, что это мой канал, я удивлена, что ты его не видела, а может быть, что это нравится? что это нравится? который я смотрел, это типа, что-то делали, что-то новое, опять же, ну, короче, очень хороший, быстровоспущий канал, который очень хороший, я удовлетворил, сегодняшний день, что еще? у города кого смотришь? короче, есть такой тип, который, знаете, не, вряд ли вы знаете, короче, есть такой тип, марк-липпер, марк-плайл, марк-плайл, да, да, ну, я называю его так, он чуть-чуть не нравится, за мой взгляд, все нормально, смотрю его, не из-за того, что он интересный, то есть я не понимаю ни одного слова, как он говорит, потому что в школе ученые месики, финские, не шарю вообще, но мне нравится, как он вяжет, опять же, мужик, сколько ему, наверное, где-то 20 с чем-то, да, может, уже под 30, то есть мужик, достаточно взрослый уже, и для меня, вот, но при этом, что он вяжет, лет, ну, здесь нельзя материться, но, как семья, вот, от простых, вот таких вот страшилок, от которых даже, будет страшно на них смотреть, это, в общем, заодно, еще из-за того, опять же, пиди-пай чисто, знаешь, я смотрю безрубежно, а раз я не шарю английском, я смотрю вот, проект по форсу, вот, знаете, канал, который делает на его херебоды, в принципе, годный фильм, если, с чем, с чем, с чем, а, чего еще можно? ну, окажем, всякие, вот, кофе-батареи, без окошка, да, какой-то, да, что-то, да, что-то поможет, не, на самом деле, подписки много, кто есть, но, смотрю, Я очень не отдаю на реакцию его залпал. А интеллектуальненькое что-нибудь? Ну, то есть у Влада не считается. Нет, не считается. Тогда я... Ну, интеллектуальное. Ну, блин, я сам разбиваюсь, чувак. Ну, как бы... Скажем так, на этот вопрос ответить очень сложно, потому что сколько я на своём... Сколько я видел ютуберов, вот именно которых я пиарил до этого, все они начинали, и вот, кого я смотрел, у некоторых только был реально модный контент. Но потом только двое из них реально поднялись. Первый — это был парень, который просто сделал в своём маленьком городе пародию на Афоню. То есть он сажает баб в машину, увозит, и, знаешь, потом придумывает, типа, ты что, обоссалась? Ну, вот, очень интересно, я тебе прям скажу. На самом деле бред голный. То есть он считает, что это смешно, значит, найти, выбирать. Мне лично, не знаю, это интересно, именно как гадрид. Но не более того. Второй парень, у которого я думал, что он, знаешь, качок импотент. То есть он почему-то, будучи качком, играл в игры. Это очень странно смотрелось. Особенно, когда, знаешь, что вебка отлагает. Прикинь, вот такой ужасный, ужасный просто, не знаю, как я здесь. Ужасный просто контент. Короче, качок, который в итоге просто начал играть в «Clash of Legends», он так называется. То есть, опять же, игра в какую-то заботят маленькие дети. Начал снимать по ней какие-то видосы, какой-то сюжет искать в этой игре. И в итоге за, по-моему, месяц он меня перегнал в «Clubi». Я вообще не ожидал на самом деле. А потом я начал снимать, допустим, например, вот такой тренд появился, типа «Бутелла за 100 рублей и за 2 вещи». Конечно, у него потом забили. Но вроде как он опять перешел на эту игру. Ох, еще 4 минуты. Перешел опять на эту игру и опять поднялась к нам. На самом деле, какой контент делать? Скажу тебе честно, не знаю. Тема в том, что сам я, я об этом и не могу судить. То есть, я не могу давать советы, какой реально модель контент делать. У меня все получилось чисто случайно. Я просто начал делать то, что мне интересно. То есть, изначально мне нравилось находить, то есть, копаться в игре, в которой, в принципе, невозможно разобраться, но это я установил через 2 года. Вот, копаться в игре, что-то искать, придумывать. В основном, это были, конечно же, выдумки. То есть, ты просто увидел какой-то пиксель, придумал, что это убийца. Все это сократилось, собирал под просмотры. И вот это и получалось, что сейчас, в основном, как я заметил, если ты хочешь успеяриться, то ты либо спеяришься по-черному, то есть, устраиваешь срачи. Желательно с топливыми гитомерами, типа, ну, знаешь, Ларин и, допустим, вот сейчас книжный джорак. Опять же, то есть, им просто стало скучно, скажем так, все, что-то с просмотрами вниз пошли. Ребята, начались сраться. Я не знаю, потому что у меня есть книга. Ча-ча? Дизелок, да-да. Окей. Мне кажется, что нет такой ненависти, чтобы ты вышел просто, запросил бар и начал, ну, потюгать, в стихах потюгать своего оппонента. Он вредный, полный. Ну, а тем не менее, цикал-то сможет добавить. Да, получилось так, что, на самом деле, блогерам быть очень удобно. Смотри, мы давно, по-моему, вчерверк, короче, Телетвар проводили конференцию блогеров и инстаграмеров, там где-то, на Герцине, по-моему. Меня туда пригласили, чисто по... Пригласили. Пригласили. Я думаю, что все будет достаточно ничего, но, как оказалось, я туда пришел. Справа хручишь, вот вы. Потом дали нам, знаешь, всякие стулья. То есть, просто нас пригласили. А, доходи. Какого было вопроса за мной? Да, да, вот все. Короче, парень, это Евгений Горушков. Он супер Евгеха. Два миллиона подписчиков. Он на втором месте. На первом месте, сорян. Вот. Я, на самом деле, не знаю, что Телетвар уже живет. Короче, на эту конференцию Телетвар уже не хотел. Я хотел сделать с ним все. Он первый фото. Он побежал с поля. Я говорю, что на этом уже не было. Поэтому все отломался. Вот. Собственно, еще один фото. Я, на самом деле, не помню, как был за ним. Короче, Чемтополь, зона отчуждения Телетвар. Красава. Короче, ну ладно, начнем мы о нем. Потому что я не забываю, как был за ним. Один из самых топовых, в данный момент, артистов, на эстраде российском. Тем не менее. Такой, знаешь, маленького росту. Вот, это совершенно накаченный. Там Телетвар, какие все дела. И прочее, оказалось, у нас Телетвар. Че-че-че? Вот. Вот, 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 точно. Вот. Потому что ты заказал свой канал, начать снимать в блоге. Потом, знаешь, тебе уже всякие пять фактов обамнили. И все дела. Ну и, получается, у него, по-моему, где-то 170 тысяч, такой поиски disappear нелёных. И все дела. Ну и, по-моему, где-то еще где-то, по-моему, где-то... Ты только по-моему, где-то... У-у-у, я и вернусь по-моему, где-то... Играет музыка. 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 Играет музыка.